Максим, наконец-то буду с тобой поговорить. В целом расскажи, как вот твои эти месяцы первые прошли в Динамо-Брест. Как ты оказался здесь? Впечатления? Впечатления в первую очередь от города хорошие. Очень приятно видеть столько болельщиков на стадионе, особенно в данной ситуации. Очень приятно, очень видно, что люди любят футбол, люди живут футболом в этом городе. Так все хорошо, приняли в команду, хороший коллектив, никаких проблем не было. Очевидно, ты когда вот сюда ехал, что-то узнал, гуглил про город, про команду, насколько эти вот твои ожидания того, что ты хотел здесь увидеть, ожидал увидеть, совпали с тем, что ты реально здесь встретил? Честно, никаких прям каких-то колоссальных ожиданий не было. Я узнал о команде по выпуску с Красавой, с Промилевского. Вот единственное, наверное, когда они стали чемпионами, вот, когда я узнал о команде. Особенно что-то там гуглить или узнавать, прям, ну, смотрел, какие игроки, может, с кем-то знаком, с кем-то где-то пересекался, но нет, мне удавалось ни с кем, нигде играть, так что особо ничего не смотрел. Провел ты уже несколько матчей, успел уже отличиться в своей дебютной игре. Если можно конкретно вот по каждой, там, или в том какие-то общие впечатления, как тебе русский футбол, как тебе вот уровень, с чем тебе пришлось здесь столкнуться? Ой, ну и сравнить есть, конечно, с чем я просто поиграл уже, там, и в сербской лиге, и в русской, в первой, второй лиге. Не хочу не сравнивать, я не вижу смысла сравнивать лиги и говорить, где-то сильнее, где-то слабее. Что касается дебюта, ну да, это очень, как сказать, приятный дебют, когда ты забиваешь в первом матче, команда выигрывает 1-0, тем более команда очень ждала, город очень ждал эту первую победу, я не помню сколько, 12 матчей, если не ошибаюсь, без побед было. Да, это можно назвать так дебютом мечты, конечно, но это забылось в первый же день, на следующий день я проснулся, уже не вспоминал об этом, потому что нас ждали следующие игры. Не все получалось в следующих двух играх, но надеюсь, в последующих играх все получится. Когда тебя представляли, до этого тренер Андрей Николаевич так описывал тебя, что вот футболист, который любит открываться под навесы, под прострелы, как бы ты сам описал свой стиль игры и что тебе, в принципе, нравится делать на поле? Да, все правильно описали, как с моим ростом 1,93 метра, я думаю, сложно быть прям супер-гиперскоростным футболистом, там, техничным. Да, я люблю играть в верховую борьбу, цепляться, это моя главная прерогатива в футболе, игра спиной, игра в штрафной при подачах. Ну, я, наверное, как вот меня описали, наверное, все так и есть. Я думаю, это болельщики заметили в этих трех играх, которые я провел. Ты уже так выразил надежду, что удастся ситуацию поправить в турнире на таблице, которая сейчас, понятное дело, не самая лучшая. За чего у тебя есть такая уверенность, за счет чего, как ты думаешь, возможно исправить? Ну, уверенность есть, ну, у нас уверенность на каждый матч есть, но не всегда все получается, где-то нам не везет, если посмотреть наши последние пропущенные голы. Ну, это какие-то, не знаю, группа ошибок, которые мы совершаем. Нету, который мы вот именно гол, да, хороший гол мы пропустили. Вот первый гол со Слуцком, это какой-то рикошет, где-то нам очень не везет. Честно, я надеюсь, что удача повернется во втором круге в нашу сторону. Я думаю, город этого ждет, все болельщики этого ждут. Я прекрасно понимаю болельщиков с такой, и я, естественно, даже у меня слов нет, когда видишь болельщиков в другом городе за 600 километров, когда команда так выступает в последних матчах, и видишь только болельщиков больше, чем в домашней команде. И, честно, очень приятно, и вообще слов нету. Спасибо им большое, хочется сказать. За здесь три матча я просто полюбил этих болельщиков, и на домашних играх огромная поддержка. Хочется выразить большую благодарность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова